МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас они начинают жизнь буквально заново, с чистого листа. Но от прихода большой воды пострадали не только обычные жители региона. Ущерб нанесен и бизнесу. Как предприниматели пережили это время? Какая помощь и кому уже оказана или еще будет оказана? Мы и поговорим сегодня в нашей студии Роберт Юсупов, начальник отдела отристливого развития и сопровождения проектов Палат предпринимателей Кустанайской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами обычно встречаемся по таким поводам, которые касаются развития бизнеса, перспектив и так далее. Но вот эта ситуация, которая случилась у нас в регионе, паводок, она действительно затронула очень-очень многих. И пострадали люди, пострадал бизнес и так далее. Но о том, что у нас хорошего, так скажем, в регионе в связи с этим происходит, мы еще поговорим. Но вот с какими проблемами столкнулись люди и сколько вообще есть число предпринимателей, которые пострадали? Ну, здесь нужно разделить. Есть количество и обратившихся субъектов предпринимательства о том, что их бизнес пострадал. И есть количество уже подтвержденных фактов того, что бизнес действительно понес ущерб и им положена компенсация. Но чтобы люди понимали, то есть человек обращается, предприниматель обращается, и его заявку рассматривает какая-то комиссия. Да, конечно. То есть вот по статистике сейчас у нас поступило 250 обращений субъектов бизнеса. Здесь и география, как вы сами понимаете, по шести регионам, в которых ЧАЭС у нас в области объявлено было. И там, где они не были объявлены, то есть есть пострадавшие в тех районах, в которых ЧАЭС не объявлялось. И того, ну, получается, что 250 субъектов бизнеса, в основном, конечно, это АПК, практически более половины, то есть 129 субъектов бизнеса. Вот торговля, 91 предприниматель, ну, это достаточно серьезно. Нужно вспомнить, что самый большой объект, который пострадал, это все-таки торговый центр Апельсин, да, а там было достаточно много и арендаторов, то есть, ну, вот от этого. Также пострадали те торговые точки, которые находятся и в районах, в районах и вблизи, ну, скажем так, поймы реки Табол у нас непосредственно и так далее. Услуги, то есть здесь и базы отдыха, их у нас, мы все знаем, да, это перечет, что и как пострадало, да. Ну и производство, здесь минимальное количество, но все-таки они тоже есть. То есть, если услуги это 23, то производство 7 субъектов бизнеса, которые пострадали. Вот. То есть, официально сейчас признаны, вот, например, по городу Кустанай, 21 субъект бизнеса, что он пострадал. А вот, допустим, принятие вот этого, по получению вот этого статуса пострадавших, пострадавшего от паводка, оно, как бы, происходит как, все сложнее, в городе или в сельской местности? Правила для всех одинаковые, поэтому, в принципе, алгоритм, который утвержден приказом правилами компенсации имущественных потерь, вот, он применяется одинаково, что для города, что для района. Естественно, что в городе количество пострадавших у нас достаточно велико, и поэтому, ну, может быть, нагрузка на местные органы власти, на базе которых и создаются эти комиссии, она, то есть, ощутимее именно здесь. Поэтому здесь вот этот вот нюанс вносит определенный, ну, такой, свой момент в работу комиссии. Вот, допустим, для тех людей, для физических лиц, которые пострадали, имущество которых пострадало во время паводка, ну, были определенные, как бы, правила, да, нормы, разработали, там, положение о том, что какие выплаты положены единовременные, очень быстро на это среагировали, потом пошли оценочные комиссии и так далее, и тому подобное. По предпринимателям такая же ситуация, или все это решалось, как бы, с колесой долго? Ну, вот, смотрите, здесь момент такой. Первое у нас уже, к сожалению, был опыт чрезвычайной ситуации, которую мы прошли в 22-м году в связи с пожаром в Аман-Карагае. То есть, и тогда, в принципе, то есть решение по бизнесу принято как такового не было, в связи с тем, что там пострадало не такое большое количество, и ущерб, помощь пострадавшим оказывал непосредственно сам бизнес. То есть, был создан фонд, из которого как раз и выплачивались денежные средства и так далее. А физическим лицам уже оплачивало государство на тот момент. Именно это и дало опыт, то есть, для нас, для Палаты предпринимателей, о том, каким образом организовать эту работу. То есть, на основе выкладок, которые были в прошлом, мы составили алгоритмы, как поступать предпринимателям, даже в отсутствии действующих нормативных актов, которые регламентируют порядок выплаты компенсации, порядок признания пострадавшими и так далее. То есть, на здравом смысле, на логике и на опыте как раз это произошло. В дальнейшем это все легло в основу наших предложений, которые мы направили и в Атамикен, центральный наш аппарат, в соответствии с последующим. Эти предложения были переправлены в орган, который разрабатывал правила непосредственно для бизнеса. То есть, эти правила действительно были сделаны, и в соответствии с ними порядок о том, что делать бизнесу, куда подавать заявление, какие органы осуществляют признание пострадавшим, и какие осуществляют расчет и подтверждение компенсации, суммы компенсации, там определены. То есть, в принципе, здесь этот порядок уже установлен. И предложения бизнеса, которые мы собирали на основании самих замечаний и криков души практически, потому что это происходило, вот что называется, в такой очень напряженной обстановке, как ни крути, потому что люди, естественно, потеряли очень много. Но на эмоциях была, конечно. Да, на эмоциях. Все эти вещи были озвучены, не все были поддержаны, конечно, но часть того, что должно было войти, мы добились, чтобы оно было оформлено, прописано в нормативных актах. Вот если говорить, опять же, проводить сравнение по физическим лицам и по бизнесу, то физическим лицам в первую очередь помощь оказывало государство и оказывает. То есть, что касается возмещения потерь за имущество, жилье, какие-то там единовременные выплаты. Социальные выплаты, да, и тогда по бизнесу ситуация аналогичная или все-таки... Ну, здесь единственное, что, на мой взгляд, нет каких-то единовременных выплат, то есть, все должно быть подтверждено. Алгоритм того, как подтверждать, он как раз и установлен правилами компенсации имущественных потерь, причиненных субъектом малого и среднего предпринимательства по паводкам 2024 года. То есть, ну, Министерство национальной экономики этот приказ утвердило эти правила. Вот, и там, ну, опять же, как вы отметили, да, то есть, малый и средний бизнес. Крупный, который тоже в числе пострадавших был, к сожалению, не вошел в число тех субъектов, которым компенсирует тот ущерб, который причинен паводкам, к сожалению. А палата предпринимателей как-то со своей стороны пытались? Мы предлагали, конечно, потому что здесь эти проблемы, они же общие. То есть, мы предлагали хотя бы на уровне, ну, скажем так, даже просто фиксации, ну, к примеру, вот супермаркет «Солнечный», который имеет не только свои собственные торговые площади, но и выступает арендатором тех предпринимателей, которые, ну, скажем так, снимают вот эти вот площади на первом этаже, сам торговый центр «Апельсин», второй этаж непосредственно, да, то есть, те предприниматели, которые, в принципе, не пострадали. И здесь эмоции на начальном этапе были, потому что второй этаж фактически, ну, не признан пострадавшим, то есть, там, слава богу, все нормально было. Вот, там. А тот же самый «Солнечный», ну, есть категория поставщиков этого супермаркета, которые не находятся здесь, которые физически, их имущество в части, ну, скажем так, каких-то оборудования, да, и все остальное, то есть, пострадал товар, серьезно пострадал, то есть, вот эти вот вещи пока они, насколько я понимаю, пока что понимания у власти не нашли, ну, все-таки надежда, она есть, конечно, хотя сам товар уже безвозвратно испорчен, часть, да, часть уже утилизирована и так далее, то есть, ну, такие объективные уже вещи и будут, конечно. Когда сошла вода, и у нас журналисты поехали в ближайший район, ну, в частности, в Кустанайский район, в котором тоже был объявлен режим ЧС, и встречались с руководителями товарищей, крестьянских хозяйств, у которых пострадала и техника во время паводка и так далее, и тому подобное, это тоже достаточно большие, как бы, ущербы, здесь какие-то компенсации, выплаты, помощь какая-то. Конечно, да. Ждет их? Значит, вот буквально совсем недавно, в мае месяце, приказом Министерства сельского хозяйства были утверждены аналогичные правила для субъектов бизнеса в сфере сельского хозяйства. То есть, в настоящий момент как раз проводится оценка имущества, которое пострадало. В основном оно касается, конечно, животных, как раз техники, которые имеются. Бизнес, помимо всего этого, еще и, ну скажем так, указывал на наличие ущерба, которое принесено земельным угодием, к примеру, которые, ну, тут сейчас они вовремя не посеялись. Да, то есть, там плодородный слой смыла, сенокосы, все вот эти вот вещи, да, которые, они тоже действительно, ну, причинили ущерб достаточно серьезный. Они в эту категорию не вошли. То есть, несмотря на предложение и обоснование того, что действительно здесь бизнес очень серьезно пострадал. Вот эти не вошли, эти не вошли, эти не вошли. Что же вошло, да. Каким критерием должен соответствовать бизнес, чтобы получить помощь и поддержку от государства, ну, в режиме ЧАЭС, в котором, собственно, ну, предприниматели-то не виноваты, люди не виноваты. Ну, это прямые имущественные потери, да. То есть, здесь оно разделяется на движимое и недвижимое имущество, в общем-то. Товары, которые пострадали непосредственно у тех арендаторов, ну, то есть, условно, физически, если предприниматель арендует какое-то, даже не то, что полочное пространство в том же магазине, то есть, за ним это закреплено, есть договорные отношения и так далее, то вот эти вот субъекты как раз и вошли в число пострадавших, войдут в число пострадавших. Поставщики в этом случае, то есть, они физическим каким-то объектом не располагают. И вот здесь вот в чем проблема, да, в чем проблема и была. Но, несмотря на это, все-таки мы не оставляем усилий, и предложения все равно были о том, что и этой категории необходимо возмещать. Другое дело, что сам бизнес в этой ситуации, чувствуя социальную ответственность, просто мы, скажем так, сталкивались с этим моментом, понимая, что есть и субъекты бизнеса, и физические лица, которые пострадали гораздо серьезнее, самостоятельно отказывались от подачи заявлений и говорили, ну, то есть, я все это переживу сам, и возмещения мне необходимости нет. Когда все это случилось, когда начали работать все вот эти вот специальные комиссии, штабы и так далее, которые собирали данные у людей, предпринимателей, озвучивался, что срок о том, что прием заявлений от пострадавших будет осуществляться в течение 30 дней со дня объявления ЧАЭС. Режима ЧАЭС. Да, 30 дней прошло, но я так понимаю, что есть определенные изменения здесь. Да, конечно. Здесь, во-первых, понимая, да, что режим ЧАЭС у нас ни в одном из субъектов, которых был объявлен, не снят до сих пор, да, следовательно, и прием заявок в этом случае продолжен. То есть, ну вот, буквально, по-моему, недавно озвучено, что он, по-моему, до ноября месяца. Ну, то есть, это связано с тем, что последствия слишком тяжелые. Конечно, да, слишком тяжелые. И здесь, в особенности, в тех районах, которые только-только, вот, ну, часть же, действительно, совсем недавно вода ушла, да, в особенности в южных регионах, и там доступ к определенным объектам бизнеса был получен, ну, задумывался, уже гораздо позже, чем в том же самом областном центре и так далее. То есть, вот эти вот вещи тоже необходимо учитывать. Кроме того, помимо Кустанайской области, эта стихия затронула же еще ряд областей. Вот, ну, вследствие этого, наверное, правила это едины для всех. И поэтому то, что, ну, стихия немножко отсрочила свое появление в западных наших регионах, но все равно достаточно сильно ударила, ну, как бы это все отразилось на принятии таких решений. А вот у меня, в связи с тем, что у нас произошло в регионе, ну, и вот в 2022 году была большая проблема в Аман-Карагае пожар, и тогда вопрос этот у меня возникал в голове, и сейчас он меня не отпускает. Вот случаются стихийные бедствия, которые, ну, предсказать, предугадать, наверное, сложно, да? И тем не менее, ни люди, ни бизнес у нас не страхуются. Вот в связи с этим, палата предпринимателей, какие-то беседы, разъяснения, какое-то вообще мнение по этому поводу имеет? Ну, конечно, в любом случае, то есть эффект черного лебедя, его никто не отменял. Господин Насиб Талеб очень четко и внятно сформулировал то, что, скажем так, вот эти вот риски, да, они должны быть немножко распределены, и тогда ущерб от вот этого внезапного события, он может быть очень серьезно и значительно уменьшен. Поэтому, ну, конечно, рекомендация – это страхование. Единственное, что в наших условиях, почему к этому так не обращаются? Ну, страховые премии – это отдельный разговор, то есть, а сам по себе, ну, представьте, да, когда последний раз было наводнение на Таболе? Если мне не изменяет память, это 80-й год. Вот, то есть, ну, в течение очень продолжительного времени наша спокойная и достаточно медленная речушка никаким образом не показывала свой характер. А здесь вот в одночасье, буквально в один день, да, это все до такой степени, когда оно на глазах происходит, ну, действительно ужасает стихия, не щадить никого. Что будет с страховыми компаниями, да, которые, вот, ну, представьте, все застраховались, ну, вот все абсолютно. А ведь это же тоже бизнес, это же, сама страховая премия, вот, в таких условиях, она в этом случае при отсутствии вот такого рода рисков, ну, на длительном отрезке времени, она предполагает уменьшение. И, ну, я не исключаю такой момент, что страховки-то на всех тоже может не хватить в этом случае. То есть это не панацея, но однако... Ну, если 40 лет все будут платить, то как бы... Да, но однако, но однако, да, это все-таки достаточно хороший, эффективный инструмент, который зарекомендовал себя в международном поле. Потому что помимо основных страхователей есть еще и перестраховочные фирмы, которые страхуют риски самих страховых компаний. В принципе, ну, так и делается по большому счету. Вот поэтому рекомендации, конечно, мы даем, что в этом случае необходимо страховать имущество. Да, Табулу — ленивая медленная река, но это как, знаете, по закону драматургии, если в первом акте на сцене висит ружье, то в третьем оно выстрелит. Да, да, да. Вот, поэтому вот поднимается вопрос об обязательном страховании бизнеса. А это вот по-прежнему носит рекомендательный характер или есть варианты, что все-таки это будет обязательная какая-то история? Давайте дождемся обсуждения этого вопроса, потому что само предпринимательское сообщество должно уже сказать, во-первых, нужна ли эта мера, потому что у нас есть опыт обсуждения этих вопросов в агропромышленном комплексе, и там достаточно противоречивые мнения. То есть если вот эта вот мера становится навязанной, и которая предполагается и начинающему бизнесу в том числе, на который нагрузка достаточно серьезная, ощутимая, и в таком случае, то есть какие-то нюансы в том, будут ли распространяться, допустим, какой-то льготный период для этого и так далее. То есть тут же достаточно много тем для обсуждения, чтобы вот эти вот нюансы в конце концов не погасили действительно здравую и хорошую мысль о том, что страховаться нужно, и эта страховка – это достаточно серьезная заявка на то, чтобы быстрее выйти из кризиса и из вот такого, ну, из потерь своих восстановить деятельность. Вот если мы говорим о том, что бизнес пострадал, и ему там какая-то помощь оказывается, или не оказывается, или оказывается недостаточно в объеме, то это такой достаточно проблемный, серьезный вопрос. Но кроме того, что у нас бизнес в области пострадал, у нас есть предприниматели, которые оказывали помощь тем людям, физическим лицам, которые оказались в непростой вот в такой ситуации во время паводка. Много ли у нас вот тех предпринимателей, которые выступили как бы меценатами, спонсорами, благотворителями? То есть у нас, ну, мы так подсчитывали тот объем и гуманитарной, и финансовой помощи, которые наши предприятия, несмотря на то, что сами в непростых ситуациях оказались в этом случае, потому что часть из них действительно имела и поставщиков, которые пострадали непосредственно, физически пострадали и так далее. Ну вот, 12 тонн гуманитарных грузов, которые были отправлены в наиболее пострадавшие регионы нашей области и за ее пределы. И сумма 132,4 миллиона, которые собрали непосредственно от бизнеса, в том числе там были и серьезные суммы, то есть от наших очень крупных предприятий, вот, и, конечно, такие, которые оказывала непосредственно такой, ну, что называется, малый-средний бизнес. Я так понимаю, что сейчас вот в процессе строительства домов для пострадавших в южных регионах, и у нас в Кустанайском районе, в поселке Кунай, участвуют наши строительные компании. Это тоже их вклад, как вклад от бизнеса? Есть бюджет, который определен, ну, скажем так, то есть, ну, естественно, за свой счет построить такое количество жилья ни одна строительная компания не сможет. То есть здесь есть затраты на стройматериалы, на, скажем так, логистику, да, потому что с южными регионами это все очень непросто, да, то есть туда нужно вывести и технику, и людей, и разместить. Это издержки, которые бизнес, в принципе, ну, даже самый прибыльный и устойчивый, наверное, не в состоянии будет потянуть. Поэтому имеется стоимость квадратного метра, то есть имеются нормативы, по которым идет строительство, и, естественно, то есть эта оплата, она как раз и ложится в счет того, она не в полной мере компенсирует. — Я понимаю, что… — Компенсирует, да, но вот здесь вот, скажем так, наши строительные предприятия, как раз когда обсуждался этот вопрос, то есть они выходили на сумму и обсуждали это с властью, да, что вот на этом уровне мы, ну, скажем так, работаем в ноль. То есть прибыли от этого мы не имеем, это наша социальная ответственность, но, скажем так, убытки в этом случае либо рентабельность нулевая, либо минимальная. — Ну, по той стоимости, которая определена сегодня государством, это 22,9 миллиона, насколько я помню цифры, построить дом, как человек, делающий ремонт, я знаю, построить дом невозможно. То есть получается… — Это типовой проект, который рассчитан, в принципе, да, ну вот как бы южные регионы, насколько я понимаю, там эта цифра немножко увеличена из-за логистики. — Из-за логистики, да, да, да. А много ли предприятий строительных вот в этом участвуют? — Они есть, то есть это достаточно крупные, известные наши фирмы, ну, скажем так, то, что они согласились участвовать вот в восстановлении жилья и строительстве жилья для пострадавших, ну, это большая заслуга, да, в первую очередь их руководство, ну, там, если мне не изменяет память, там, БК «Строй», в первую очередь, да, еще да. — Ну, там 6 или 7 компаний участвуют? — Да, 6 или 7 компаний, да. — У вас в Палате предпринимателей достаточно часто проходят встречи, обсуждения с бизнесом, и в том числе поднимаются вопросы, которые связаны, так скажем, с реабилитацией после паводка. Вот вообще, какие мнения высказываете на этот счет? Насколько долго может затянуться этот вот процесс восстановления, да? Сможет ли бизнес выйти, так скажем, ну, вот хотя бы на допаводковый период, как скоро и так далее? — Ущерб достаточно серьезный, и в этом вопросе все, наверное, зависит от характера бизнеса. То есть, если, ну, те же самые субъекты туристического кластера, да, вот, отдых, организация отдыха и так далее, то есть сейчас пропустят еще, ну, буквально месяц, да, то все, для них сезон потерян. Фактически восстановление — это только следующий год. И, ну, вот, это просто такой пример, да, который, ну, ярко свидетельствует о том, что все не так просто с восстановлением. Даже если бизнес, ну, скажем так, выстроит, что называется, заново свой объект и так далее, его еще нужно будет запустить, к нему еще нужно будет привлечь клиентов, возобновить какие-то маркетинговые моменты, да, чтобы пошел поток посетителей, клиентов и так далее. То же самое и объектах торговли, то же самое. То есть, ну, вот, насколько я понимаю, те крупные объекты торговли, да, о которых мы уже говорили, они еще не восстановили в полной мере свою деятельность. Когда это произойдет, там, конечно, сезона как такового нету, но сам факт, то есть каждый день, пока они не восстановились, это прямые убытки дополнительные, помимо потерь, которые они понесли от проводка. Ну, я так понимаю, по-сельхозски там тоже много вопросов. Да, естественно, то есть не вовремя засеянные поля, скажем так, упущенный момент по приобретению животных и так далее. То есть то, что пострадало, конечно, там, то, что восстановлению не подлежит и так далее. То есть те вот эти вот ужасающие кадры, которые... Ну, огромное количество животных, да, погибло, особенно на юге, нужно понимать, да. А люди там, я так понимаю, что это был и их бизнес, и их доход. Конечно, да, да. К сожалению, у нас всегда такая невеселая программа получилась. Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся и поговорим на более позитивные темы о развитии бизнеса в нашем регионе. У нас время программы закончилось. Я напомню телезрителям, что с нами в студии был Роберт Юсупов, начальник отдела отраслевого развития и сопровождения проектов Палат предпринимателей Кустанской области. Спасибо вам еще раз. Спасибо. Вас, дорогие телезрители, я жду экранов ровно через неделю. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова